Музыка Напоминаю, 29 сентября этого, 2023 года, мой канал на Дзен был заблокирован Роскомнадзором, поскольку на нем якобы есть распространяемая с нарушением закона информация. Ссылка на мою статью, в которой я рассказываю об этом, будет под роликом. На мой запрос, какая именно информация распространяется с нарушением закона, РКН не отвечает. Произошло это, когда я рассказывал у себя о совершенной нейтральной теме. Теме о пророчествах, которая ну никак не может нарушать закон. Но это очень интересное пророчество. Точнее, особо интересно одно из них. Что нашу страну в ближайшее время ожидает приход нового великого лидера? В своей первой публикации об этом Путин – это белый всадник, Майтрей, потрясающее пророчество Ивана Ефремова. Я рассказал о пророчестве великого советского писателя и ученого Ивана Ефремова. Напоминаю, вот как он выглядел. Это очень хорошее пророчество. Оно о том, что самая страшная эпоха в истории человечества – Кальюга – закончилась в 1944 году. И теперь нам следует ждать очень положительных перемен. А именно, в 2035 году, как назвал это Иван Ефремов, начнется вторая Великая Революция – ВВР. И начнется она в России. А потом охватит весь мир. И дальше начнется первая ноосферная эра. Эра мирового воссоединения – ЭМВ. Окончательно эта эра наступит в 2047 году. Но у нас в России ее наступление произойдет гораздо раньше. А дальше за Россией пойдет весь мир. Дело в том, что в России появится новая идеология. Ну или философия, как кому больше нравится. Которая, наконец, позволит организовать жизнь человечества разумно и справедливо. В своих книгах Иван Ефремов, правда, не сказал, что это за идеология. И поэтому многие даже считали, что речь идет о новой интерпретации идеологии коммунистической. Но сегодня ответ на вопрос, что это за идеология, к счастью, уже хорошо известен. Это конспирологическая, ноосферная идеология в толковании Роберта Бартини. Она не коммунистическая. Более того, она даже не материалистическая. Но она заимствовала из коммунизма все самое лучшее. И тоже опирается на идею социальной справедливости. Ссылка на мой подробный документальный фильм о Роберте Бартини на ютубе будет под роликом. Эту идеологию, как думаю, уже понятно, будет распространять новый великий лидер. Которого Иван Ефремов назвал «белый всадник Майтрии». Майтрия – это буддистский термин, и в данном случае он означает «великий духовный учитель». Я давно рассказываю о ноосферном мировоззрении и рассказываю не между строк, как Иван Ефремов, а открыто. Благо, такое теперь возможно. Но так получилось, что именно об этом пророчестве я практически не говорил. Не говорил, пока мне на канале концептуал не попался ролик, в котором дам весьма прозрачный намек на то, что «белый всадник» – это Путин. Но об этом я уже детально рассказал в прошлой публикации. Путин скоро уйдет, и придет новый действительно великий лидер России. Потрясающее пророчество Ивана Ефремова. Ссылка на ролик также будет под этим роликом. И меня это буквально возмутило. Не знаю, как кто, но лично я и близко не могу представить ее Путина в роли идеолога. Но уж и тем более в роли великого духовного учителя человечества. Мне помню, врезалась в память одна его заявочка, сделанная им еще в 2004 году. Наша идеология – это быть конкурентоспособными. И согласитесь, она говорит обо всем. И тут на тебе. Кто-то заявляет, что Путин – это великий духовный учитель человечества. Ну и заодно я кратко рассказал, что такое действительно ноосферная идеология. А одна из ее важных черт – она подводит действительно серьезную научную базу под пророчество и предсказание. С позиции ноосферного мировоззрения возможна специальная методика. Сегодня в науке она называется гипнотическая прогрессия, которая действительно позволяет видеть будущее. Эта методика сегодня уже тщательно изучается научными методами. Руководство Советского Союза об этой методике, кстати, прекрасно знало и использовало ее, поскольку и прекрасно владел Вольф Мессинг. И я планировал также детально рассказать об этом человеке и его пророчество, понятно. Но я это планировал сделать гораздо позже. И вот буквально на днях я без преувеличения буквально налетаю на пророчество Вольфа Мессинга, которое полностью подтверждает пророчество Ивана Ефремова о скором приходе Белого Всадника. Вот, кстати, как выглядел Вольф Мессинг. А вот фрагмент с ролика с канала на ютубе «Вестник будущего», в котором озвучено вот это указанное пророчество. Ролик называется «В эров появится новый лидер, он избавит мир от войн, Россия останется страной мечты». В 2023 году придет сильный человек еще один любопытный прогноз на 2023 год касается некоего человека из России. Мессинг предрекал появление новой философии, которая спасет все человечество, это учение принесет сильный человек, который будет дальновидным и сможет заглядывать в будущее, его философия стремительно распространится по всему миру. Новый лидер сумеет объединить вокруг себя множество людей из разных государств, под его руководством жители многих стран придут к миру, где не будет коррупции, войн и грязных политических игр. По словам Мессинга, лучше всего себя чувствовать будут жители России, а попасть сюда будут стремиться люди из разных уголков земного шара, она станет страной мечты. Больно вовремя возникло это пророчество. Что ж, давайте надеяться и верить. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал Донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры сделал DimaTorzok